Всем добрый вечер, это снова курящий из окна. Как я и обещал, сегодня у нас будет серия по дипонии. К примеру, надеюсь, я её сумею закончить, потому что я тут до этого уже чуть-чуть поигрался, и у меня кое-что слетело. Ну, проще говоря, перезагрузился в компьютер, я не знаю, с чего это он вдруг так решил, но это проблема, потому что я знаю уже кое-что, что делать надо будет впереди. И с Вензелем, вернее, с Гизмой я уже говорить не буду, я просто знаю, что делать. Надо было посмотреть по карманам. Я пытался тут совать разные вещи в эту замочную скважину, но тут даже нету такого места, как замочная скважина, тут есть именно решётка. И ничего из этого не сработает, а? Задача у нас простая. Сейчас у нас Гизма-доктор, а нам надо, чтобы Гизма стал кем-то другим, потому что комната напрямую зависит от Гизма. Это удивительно, но смотрите сами. Да, если кто не знает этого юмора, это абсолютно американский юмор, что в Америке пожарные занимаются только тем, что спасают кошечек. Я когда-то сделал, у меня было такое выражение лица, как будто вау. Что это за звук? Как? Чрезвычайное происшествие! Ну и сразу же, да. У него появился какой-то баллон за спиной, или он у него и так бывает обычно? А, пожарный режим активирован. Пожарный Гизма к вашим услугам. Что случилось? Где пожар? А, мистер пожарный, мой котенок залез на дерево и боится слезать. Не волнуйтесь, я профессионал. Иди сюда, киска. Кис, кис. Гений, заработай. Все, побег сделан. Также, кстати, была одна вещь, которую я долго думал, чего делать. Я сначала хотел пойти в мэрию, но я передумал туда идти. Надо, кстати, проверить, смогу ли я туда пойти. А, нет, пути назад нет. Я должен найти Гоал, пока этот Аргус ее не нашел. То есть я не могу не зайти ни в какое место, да, пути назад нет. Я сначала пошел, кстати, в Тони. Но в Тони меня тоже не пустили, и я вспомнил, что мне говорили. Что Гоал у нас все-таки выкупил Вензель. Прямо уж не знаю, в рабство или не в рабство, но она, короче говоря, живет у него. Ведь могу ли я позвонить по аварийному телефону и поиздеваться над... Как его зовут? Над Гизма. Чтобы он все-таки вышел из пожарного состояния, стал там снова доктором или кем-нибудь еще. Иди быстрее, а. Я хочу просто позвонить по телефону. Я хочу узнать, ответит мне Гизма или нет. Возможно, он скажет мне какие-нибудь приятные слова насчет того, что я все прощу, только вернись. Алло? Я хочу сообщить о преступлении. Алло? Отлично. Гизма, похоже, нет на месте. Но как только ты случайно уронишь трость старейшины... Да, это мы уже видели, ничего не поменялось в этой фразе. Хотя вообще странно, он точно должен быть на месте. Ну да, в дом Тони я тоже не хочу, я хочу в дом Вензеля. Сейчас у вас будет такая радость. Я вот как раз на этой радости, у меня компьютер перезагрузился, я даже боюсь. Может, это такая реакция? Вензель? Что? Что ты тут делаешь? Что я тут делаю? Ха! Ты прекрасно знаешь, что я тут делаю. Где она? Руфус, дай я все объясню. Нет. Ты трусливый предатель. Это не то, что ты подумал. Мы это еще посмотрим. Тони? Ты? Что ты здесь делаешь? Я? Я не знаю. Наконец тебе нечего сказать, даже не верится. Но мне плевать, что ты думаешь, это мое простое объяснение. Фу, что? Нет! Я не хочу знать, я даже не помню, что бы я спрашивал. Держите свои гадкие секреты при себе. Я просто хочу знать, где Гуал. Что еще за Гуал? О, так значит, твой маленький любовник не рассказал о своей второй пассии. Пассии? Вензель, о чем он говорит? Почему ты так одет? Я, ну, я подумал... Кто такая Гуал? Никто, правда. То есть, она даже не работает нормально. Что за... Где она, Вензель? Я отнес ее в подвал. Подвал? Ну, вижу, вам двоим есть что обсудить. Развлекайтесь. Да, вот именно на этом месте у меня и произошла эта неприятность. Но я понимаю, почему мне... Вот я не помню, кто в комментариях это говорил, но он говорил, что следующая серия мне понравится. И черт возьми, да, она мне нравится. Я даже не буду это озвучивать. Но ей идет. Ей это идет намного больше той позы, когда она в начале серии там курила, глядя на небо. Когда мы, по-моему, собирались летать. Хотя не скажу, что та поза тоже была плохая. Та поза тоже была хорошая. Но это лучше. Могу ли я с ними еще поговорить, прежде чем идти в подвал? Или я могу? Интересно. Когда я воронку на ком-то применял, он говорил, что его отец говорил ему. Эту воронку надо прикладывать к дырке и что-то получится. Вот. Попытаться приложить эту воронку к ней или нет? Вот. Это подарок. Мне не понадобится это там, куда я еду. Наконец-то возвращаешь мои вещи. Черт возьми, он реально отдал эту воронку. Главное, на нем-то еще есть карманы. Но где на ней, то куда она положила воронку, а? И главное, зачем я это сделал? Может, я ей шарик могу вернуть? Нет, шарик не могу. Может, кофе? Она сама проснется рано или поздно. Да, выйдет из сумрака. Ты не можешь взять это тоже. Ручная горелка тоже ей. То есть я по-любому отсюда скоро улечу, да? Так, номерок тоже тебе. Будем складировать тебе все, что мне не надо. А, номерок ты не возьмешь. Странно, успокоительная. И это. Успокоительная тоже мне не надо. А биолокатор-то, я надеюсь, тебе пригодится еще? Я не отдам ей биолокатор. Правильно. Самому пригодится. Да, я отдал ей добрую половину моего инвентаря. Я вообще не знал, что так можно сделать. Еще дом Пензеля, это какая-то черная дыра. Там наверху можно было в печку совать, то что мне не надо. Теперь еще я могу Тоне отдавать, то что мне не надо. Так, ну что? Ты просто запер гол в подвале? Ну, Тони спросила, можно ли ей зайти и опробовать мою воду. Я не хотел, чтобы у меня в гостиной лежала другая девушка без сознания. Это бы испортило атмосферу. Ого, я и не знал, что ты такой романтик. А, то есть понятно, почему она его спросила, почему Вензель так выглядит. То есть она-то к нему зашла тупо опробовать душ. У нее даже в мыслях не было с Вензелем что-то делать, а он уже такой. Ладно, а Тони нам что скажет. Раньше вкусно мужчина, у тебя был лучше. В смысле? Вензель? Я просто принимаю душ. Что за черт тут происходит вообще? Пусть твой новый любовник тебе объяснит. И советую одеваться, при чем встречаешь гостей. Да как ты? В общем, это не то, как это выглядит. Ладно, пойдем наконец в Гоал. Кстати, даже наверх не могу подняться, что странно. В подвале точно она будет. Или ее здесь не будет. Не понял. А, дверц. Он ее еще и в шкафчике запер. Господи. Кстати, я не помню, была ли здесь тележка до этого. Ну ладно, дверца шкафчика. Черт. Гоал! Шкаф слишком мал. Слишком мал. Это она, по-моему, говорит, да? Я знаю. Не волнуйся. Я вытащу тебя отсюда. Они ее за Гоал сейчас должны принять. Да нет. Вы уже вошли. Никаких оправданий. У нас есть доказательства, что вы укрываете члена сопротивления в бегах. Руфус? Куда он на этот раз вляпался? Значит, вы сознаетесь в преступлении? Никого мы тут не укрываем. Он сам сюда ворвался. Сами посмотрите. Он внизу, в подвале. Черт. Надо соображать быстрее. Эм. Нас предали. Расходимся. Кстати, из какого фильма эта фраза про нас предали, расходимся? Я здесь ничего не могу сделать. Могу только дверь подвала. А что я могу сделать с дверью подвала? Биолокатор на нее. Точно! Как всегда, вещи используются не по назначению. Ну, блин, это так бесит в этой игре. Вы б знали, а. Как много страду происходит. Так, магнитное поле планеты нарушено. Что? А. Сейчас будут взрывы. Сейчас рванет! Прямо у Венцеля, да? Тележка пригодилась, да. Круто. И новая эта. Блин, мне сейчас придется петь, а я не умею петь. Ну ладно, надеюсь, не закашляюсь. Как спета в легендах, наш герой милосердный спас юную деву от ужасной судьбы. Он на стальном коне, с недугами на хвосте, свою деву увез в предзакатные лучи. Поцелуй пробудил ее, или что-то типа того. Но девица герою ответила хук слева. Это случилось потому, что имплантант сломался в мозгу, но в целом кому какое дело. Кому какое дело, да. Это я не сумел спеть, я так пел, по-моему, в первой или во второй серии. Но это абсолютно не в тему мелодии сделано. У нас, похоже, какая там вторая глава начинается? Я не знаю. Но по-любому чего-то изменилось. Сейчас наверняка будет снова дофига диалогов. Я все же не могу понять, Гуала, она что, робот, что ли, или кто она? О, знаешь, тебе и правда не мешало бы похудеть. Раба-флаба-блаба. Да-да, и не говори. Чем дальше, тем хуже. Где мы вообще? Эй, это же железная дорога старой шахты. Давным-давно пора. По ней перевозили грузы на нижнюю подъемную станцию. Извини, крошка, не принимай. Теперь мне нужно что-то вроде вагонетки. И придумать, как запихнуть в нее Гуал. Вперед! Так. Ху за кому какое дело. Да. А то у меня ачивка новая появилась. А, кстати, по ачивкам смотрю, насколько происходит игра. Судя по всему, мы сейчас где-то в середине игры, потому что половину ачивок я примерно получил. Вообще, на этом месте надо было бы заканчивать серию, но отсняли мы, к сожалению, довольно мало. Поэтому надо сначала изучать все, что здесь происходит. Хотя бы так. Например, посмотрим на горизонт. Он такой романтичный. Но почему-то я к нему иду. Э! Черт! Как называется в другой моей игре? Буль! Тых! Ух ты! Вот это было падение! А! К счастью, я свалился на какого-то беднягу, которого повезло куда меньше. Вы только гляньте. Похоже, мост обвалился. Но это не важно. Это не первый мост, который рухнул сегодня по моей вине. А, гол. Э! Что мне теперь делать с гол? Вот хлам. Да, гол от нас просто отрубило. До нее не добраться. У меня осталось... А! В инвентаре у меня вообще ничего не осталось, как всегда, когда я откуда-то падаю. Я уже второй раз падаю в этой игре. Так, смогу ли я с ней поговорить? На этот раз я найду нам транспорт получше, из которого ты не будешь вываливаться на каждом шагу. Я знаю, имплант сломан и все такое, но может ты все-таки перепрыгнешь через каньон? Прямо в ту круглую штуку в идеале. Ладно, придумай что-нибудь другое. Так. Инфекционная ржавчина и оголенные провода. Куда ни глянь взгляд. Самое время убираться отсюда. Так, уже две вещи, которые я ничего не могу сделать. Так, крюк крана, воронка. Да, я отдал маленькую воронку нашей Тоне. У меня появилась теперь большая воронка. Так, я могу идти в три места. К крану, вверх и в туннель. Но сначала я использую все, что здесь есть. Предохранительный блок, рычаг крана. А, и здесь тоже к крану. Так, а сюда? Давайте пойдем сюда сначала. Как-то он очень странно ходит по этой местности, я не могу вообще понять. То он провалился вниз, вышел отсюда, то он вошел сюда, пошел сюда. Ладно, воронка. Да, воронку я тоже могу только осмотреть. Крюк крана я могу тоже только осмотреть. С чем я могу что-нибудь сделать? Да, с предохранительным блоком я могу сделать, с рычагом крана. И, собственно говоря, все. Ну ладно. А, девушка без сознания на другой стороне каньона. И этот старый ржавый кран для погрузки тележек. Не нужно быть гением, чтобы увидеть связь. Да, я понимаю. Мы должны продать кому-нибудь этот кран, чтобы этот кто-нибудь построил нам новый мост, и мы перевезли по нему Гуал. Ну, естественно, только так. Так. Я очень боюсь, что именно так с логикой этой игры все и будет. Вообще, по-хорошему, я должен просто перетянуть Гуал с этого берега на этот. Но меня очень пугает эта воронка, потому что мне кажется, что я могу ее в воронку уронить, и Гуал станет только хуже. Могу ли я, кстати, в туннель пойти? Могу. Я могу дальше пойти? Черт возьми. Не, ну, по-любому, да. Значит, у меня, наверное, сломается этот предохранительный блок, и надо будет его как-то ремонтировать, да? Да, к крану. Иди сюда. Так, рычаг крана. Ну, давай. Ничего. Вот хлам. Так, и, наверное, сейчас там будет что-то не то. Не важно, что ждет меня внутри. Я готов. Так, да. Я даже это предсказал, прежде чем он это открыл. Сгоревший предохранитель. Его уже не починить. Выброшу его. Сейчас он бросит его в пропасть и убьет какого-нибудь крота внизу, потому что я его знаю. Так. Предохранительный блок, рычаг крана, сиденья. Сейчас он скажет, мягкое или жесткое. Не стоит класть вещи на заднюю полку. Если планируешь тормозить. А, точно. Блин, а помни, как в разрушительных мифах, ну, как-то, мифбастерс, проверяли миф насчет того, что может ли убить лежащая на задней полке автомобиля предмет водителя, если тот резко затормозит. По-моему, они проверили, что как-то может. Хотя я не помню. Так, ну и делать тут больше нечего. Пойдем пытаться искать предохранитель. Как-то он снова криво сюда пошел. Но, видно, он сначала отсюда вышел, потом сюда, а потом уже так. Он красиво уходит в закат. Так, есть рычаг, есть коробка стрелочного рычага. Как-то это все странно называется. Все еще чего-то не хватает. Да, конечно, моего интереса. Он много чего может изучить, но мало чего может сделать. Так, шахтерский мотоцикл. Фара. Блин. Это какая-то дрезина, но без ручки. А это чего у нас капает? Масло какое-то, что ли? Ладно. Сначала фара. Что ты мне на это скажешь? Не отламывается. Не отламывается, да? Даже ничего не сказал. Просто галогеновая лампочка. Галогеновая лампочка, это в смысле вот которые сейчас энергосберегающие, что ли, или нет? Они вроде круглыми не бывают. Это они такие, завитушные. Короче, не знаю. Или галогеновая, которая в школах обычно сверху висит. Но они тоже длинные. Ладно, без разницы. Так. Это я наверняка... О, куча хлама. Наверняка там найдется много чего полезного. В куче хлама всегда что-то находится. Хотя, кстати, магазин Тони был этому... Как это сказать? Абсолютным противоположностью. Опровержением. Там в хламе ничего не было. В любом случае, без особой причины я туда не полезу. Понятно. Какой-то ты неправильный житель планеты свалки, в хлам не хочешь лезть. О, я могу сюда сесть. Грр-грр. Ничего. Хватит уже ожидать повсюду всякого мастерства высокого. Я что-то заговариваюсь в этой серии, постоянно произношу то, что он не говорит. Ну ладно. А на второй этаж-то меня пустят или нет? Скорее всего, да. А, приберегу свои телекинетические силы, на потом. Да. Он сюда не может. А как же мне сюда подниматься тогда? По лестнице нельзя. Это к крану ведет. Кстати, странно. Тут гнездо птичек, и я не могу с ними ничего сделать. Обычно Руфус, хоть и говорил всегда, что он ни над кем не издевается. Не пропускал ни одной возможности поиздеваться хоть над кем-нибудь живым. Вон, мышки побежали. Да, на этом экране я тоже сделал все, что можно. А тогда даже вижу сигнальная лампочка, и я знаю, что она будет вкрутить то, что я только что выкрутил. Но как мне туда попасть? Пойдем дальше. Вау. Ой, кто это? Ржавая труба. Жвачка. Немного к зубной нити. А, из этого выйдет отличный протез. Дам-ди-дам-ди-дам. Да, кстати, я прошлой серии посмотрел. Вот, наверное, все-таки надо бы голоса и персонажей сделать чуть погромче все-таки. Потому что я даже не уверен. Я тогда пел, пел вот там вот, и... Непонятно, вы вот поняли, что там вообще то, что я там пел, тоже пелось. И мне даже не слышно, каким тоном они это говорят. Так что дайте сделаем эксперимент. Настройки. Громкость речи я чуть повыше, мне так будет даже интересно. Ну, хотя бы вот так вот. Так. Скелет, ключ. Могу ли я потянуть скелет за ногу? Кстати, на чем он повесился? По-моему, все-таки не на галстуке, хотя на это похоже. Эй, ты! А ну спускайся! А! Ой! Нога скелета! Я сразу вспомнилась, я тут опять-таки... Простите, что я про Фрея говорю, но... Кто-то меня благодарил, что его рекомендовал, а вот я снова о нем говорю. Я только что пересматривал его летсплей на Грим Фанданго. Замечательную старую игру. Его замечательный новый летсплей. Хотя тоже не новый, ему месяца 4, наверное, уже. Вот. Там в последней серии была рука тоже скелета, и ее мололи в кофемолке. Вот сейчас я оторвал ногу скелета, и я боюсь, неужели мне придется молоть ее в кофемолке? Может быть, они действительно сделают отсылку к старому доброму Грим Фанданго, которому... Тоже уже, по-моему, дофига лет. Я не знаю, на 99-го или какого там года выпуска. Хотя, вряд ли. Не, подождите. Неверхуд... Неверхуд 96-го. Грим Фанданго, наверное. Ну, может быть, 99-го. Может быть, настолько скакнули технологии с того времени. Кстати, кто ждет Неверхуд? Я сегодня потратил целых 40 минут, чтобы снова до чуть-чуть перепроходить Неверхуд. До той точки, в которой я смогу снова снимать летсплей. Так что, я надеюсь, когда-нибудь я все-таки досниму Неверхуд. Так, дверца. Ящик прикручен накрепко, как будто гайка меня остановит. Что за наивные кретины? Гайки-то тебя не остановят. Вот, если у тебя гаечный ключ... Или ты опять из анекдота, что... Я гайки до... Гайки до... Блин, какой там диаметр гайки был? Ну, скажем, до 24. Руками откручиваю. Так, смогу ли я сбить с тебя ключ твоей же ногой? Хм, слишком высоко. Неважно, я все равно не собирался туда лезть. Может, я руками могу его взять? Да, слишком высоко. Я могу оторвать у скелета еще одну ногу. Одной ноги мне хватит. А если там бульон сварить захочешь? Я же так понимаю, что вам тут питаться сильно нечем. Даже воду из крана вы комариной мочой называете. Официально. Так, ну ладно, поговорим с доком. И, наверное, будем на этом серии заканчивать. Это уже пора. Или просто отобрать у дока виски. Давайте отберем. Эй! Придержи лошадей, парень! Тебя не учили здороваться, прежде чем ты хватаешься за чужую фляжку? Подумаешь! А, все-таки да. Кто ты такой? Почему ты спрашиваешь? Ты шпион органонсов? Что? Я? Нет. Меня зовут Руфус. Я, конечно, иногда могу показаться загадочным и опасным, но... Я пошутил, Руфус. Конечно, ты не шпион, раз ты так одет. Чего? Я док. Механик, ломоискатель, делец запасных деталей и мозговой хирург. Я держу небольшой магазинчик на плавучем черном рынке. Ты наверняка слышал мою рекламу на городском радио. Приборы, автоматы, головы. Починю недорого. Приходите к доку! Да-да-да-да-да, его зовут Руфус. Блин, он отопил. Да, я знаю. Черт. Да. Сразу видно, кто починит нам Гоал. Если он чинит приборы и заодно мозговой доктор. Ладно, поговорим с ним, и там будем заканчивать. Я и сам механик. А, коллега. Ну и отлично. На чем ты сейчас работаешь? Грубо говоря, над планом достичь Элизиума. Вы только гляньте, взялся за невозможное. Мне это нравится. Вот человек, которого не остановит невозможность текущего задания. Точно. Тот, кто сломает себе нос, прежде чем признает, что не сможет пробить, пробить кирпичную стену головой? Э, точно. Ты мне нравишься, Руфус. Всегда стремишься к солнцу. И когда крылья начнут плавиться, сделаешь солнечные очки из расплавленного воска. Ага. Я очень крутой парень. Черт. Диалога все прибавляется. Ну ладно, договорим, тем более, что времени до футбола у меня есть. Если вы не знаете, то я жду матч Зенит-Ливерпуль. Весь срач по поводу футбола я буду пресекать. Ну просто, я к тому же сейчас 20 часов 20 минут, а футбол начнется в 20.40. У меня есть еще немножко времени. Запасные детали, хирургия мозга? Что за странная комбинация? Ты так думаешь? Я всегда считал, что профессии примерно в одном русле. Ясно. Как гений сумасшествия. Я приму это как комплимент, но ты прав. Что ты здесь делаешь? А на что это похоже? Ты похож на вомбата, который копается в мусоре и ищет еду? Ищу запасные детали. Я и сам знаю. Ну как, нашел что-нибудь? Если ты знаешь, чего хочешь, то всегда достигнешь цели. Эй, это девиз моей семьи. А, нет, погоди. Девиз моей семьи, достаточно знать, как развести огонь. Рядом обязательно будут те, кто умеет воспользоваться огнетушителем. Так, я надеюсь, у него фраз не добавится. Отсюда далеко до нижней подъемной станции? Нет, совсем недалеко. Отлично. Она прямо за этой горой хлама. Прекраснейшая. Здраво за непроходимым лабиринтом из шахт. Отлично. А, кстати, блин. Ребята, а я только что понял, блин. Мне казалось, что это этот, как его, принц именно, которого Гуал хотела. Клитус наслал на нас этих солдат. Но теперь мне почему-то кажется, что если он по-прежнему идет к нижней подъемной станции, на которой хотел отдать Гуал ее жениху, то... Значит, наверное, жених не имеет все-таки никакого отношения. А эти просто прослушивали сигнал и узнали, что Гуал здесь. Это вообще большой вопрос. Но иду я, похоже, по-прежнему отдавать Гуал ее жениху, что очень странно. Я вот что подумал. Если твой коллега столкнулся с проблемой. Правда, чисто гипотетически. Механики не знают проблем, только вызовы. Я тоже так думаю. Но механики помогают друг другу, когда им брошен вызов. Несомненно. Это второе самое важное правило в кодексе механиков. Сразу после. Никогда не показывай пневмомолоток жене механика, если он не покажет тебе свой. На очень близком расстоянии. Важное правило. Ну ладно, говори, в чем сложность? Моя подружка слишком тяжелая. Да, эта проблема явно для механика. Не, ребята, я не буду с ним говорить, а чувствую, что этот разговор просто затянется навечно. Хотя, ладно, давайте зададим ему эти вопросы и там уже закончим. Например, если не заводится шахтерский мотоцикл. Тем протор ржавое ведро вон там? Что с ним происходит? Он, он жужжит немного, а потом мотор замирает. Ха-ха, похоже, что старый добрый параллельный стержень тормозного крыла снова инвертировался по горизонтальной оси внутри дарсальной рампы. Согласен? Да, да, параллельный стержень. Ха-ха, со мной такое вечно случается. Радуйся, что там ничего серьезного. Это-то ерунда для нас, механиков. Да? Конечно. Я просто хотел узнать еще одно мнение. Не, правда. Как может быть два разных мнения на этот счет? Авиальный инвертор энергии сломан, и тебе повезло, у меня как раз есть один. Вот, держи. Черт, он реально просто так даст нам эту запчасть? Не зря говорил. Эй, отлично. Это как раз то, что нужно. Видимо. Хм. Что такое? Помочь тебе его установить? Ха-ха. Нет, нет, что за глупости? Установить авиальный штуку. Я во сне могу это сделать. Ну, я однажды сделал. На следующее утро жена ушла от меня. С тех пор я перестал спать на водяных кроватях. Что-нибудь еще? Эта шутка вообще странная. То ли он в жену поставил этот авиальный стержень, то ли у него кровать была на этом стержне, то ли у меня не хватает мозга понять, что он имел в виду. Ладно. Моя подружка слишком тяжелая. Неужели? Ну, у меня для тебя есть дельный совет. Правда? Да. Держись подальше от таких женщин. Все, чего ты добьешься, это боль в тазе. Спасибо. Что-нибудь еще? Вообще, кстати, он... Он хам. Нельзя так о женщинах говорить. Да. Вообще, проблема о том, что у моей подружки сломан имплантант в мозгу, намного больше той, что она тяжелая. У моей подружки сломан имплантант в мозгу? Тогда ты по адресу. Это судьба, что наши пути пересеклись. Значит, ты можешь его починить? Конечно, могу. Отлично. Но, боюсь, не здесь. О. Доставь ее в мой магазинчик на плавучем черном рынке завтра. Завтра, говоришь? Вот, хлам. Это слишком поздно. Нет, нет. Можно неделями жить с неисправным имплантом без серьезных последствий. Моя жена умудрилась два года проходить с обгоревшим лобовым чипом. Два года? Да, несла только какую-то чушь. И все. Жаль, что я даже не заметил. Что-нибудь еще? Так, все. Я сам со всем справлюсь. Спасибо вам, добрый мужик. Очень хорошо. Хочешь, чтобы работа была сделана? Сделай ее сам. Все своими руками. Лезет пошлая шутка насчет того, что если он ушел от жены, то у него теперь все своими руками, да. Ну, в смысле, там, яичницу приготовить, белье постирать. Не думайте, я не такой. Ладно, мне пора. Будь осторожен. Всегда надевай очки. И навести меня на плавучем черном рынке, если мы больше не встретимся тут. И сейчас нужно было, чтобы вот эта вот летающая фигня просто подлетела к нему, схватила его за шкирку и унесла отсюда. Ладно, все, мы записываемся уже полчаса, я не рассчитывал на такую длинную серию. Ну и все, это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. Надеюсь, что вам нравится. До свидания. Пока. 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 Пока.